Вы ли боитесь контрнаступлением? Мы за Украину. На видео два жителя Ялты, оккупированной Россией, не побоялись высказать свои проукраинские взгляды. Рискованный поступок для них закончился штрафом в 40 тысяч рублей и статьей за якобы дискредитацию российской армии. Молодой человек допустил высказывание, дискредитирующее использование вооруженных сил Российской Федерации. Сотрудники уголовного розыска установили личность молодого человека из сообщения оккупационной администрации. Российские силовики практически ежедневно отчитываются о задержании жителей аннексированного полуострова по надуманным обвинениям. А на днях ФСБ заявили о задержании мнимых украинских диверсантов, которые якобы готовили покушение на топ чиновников оккупационной администрации Крыма. Продолжаются репрессии внутри России. Все, кто критикует кремлевский режим или развязанную Россией войну в Украине, автоматически оказываются на скамье подсудимых. Например, 35-тысячный штраф получила молодая москвичка Анастасия Чернышева, которая якобы дискредитировала армию РФ, выпекая торты с пацифическими надписями. Моя доверительница приняла решение признать полностью свою вину. Она не опровергала то, что это ее посты. Поводом стало обращение гражданки Российской Федерации с жалобой правительства Российской Федерации онлайн через портал. На пост, который был опубликован в конце января этого года, каналом «Царьград», проверяли на финансирование, естественно, не нашли. Преследует Кремль не только отдельных людей, но и целые организации. В частности, те, которые пытаются восстановить историческую правду и справедливость. Например, мемориал «Всероссийское общество», которое специализируется на поиске фактов о репрессиях времен Советского Союза. Утром полицейские пришли с обысками по адресам сотрудников историко-просветительского общества «Мемориал», ликвидированного по решению российского суда. Причиной обысков, по данным правозащитников, стало уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, возбужденное в начале марта. Из публикации русской службы Би-Би-Си. Еще одна преследуемая Кремлем правозащитная организация – команда против пыток, которая занимается общественными расследованиями применением силы в российских тюрьмах и СИЗО. Офисы организации в Пятигорске и Нижнем Новгороде обыскали российские силовики. Официальная причина – подозрение в экстремизме и финансировании из-за рубежа.